Проект ЦК КПСС о школьной реформе направлен именно на то, чтобы дети наши вырастали настоящими людьми, такими как братья Кадыровы, как Анна Холдблом. Но их примеры говорят о том, как важна атмосфера в семье. Школьная атмосфера – нечто совсем иное. Почему-то считается, что ученик – это еще и ребенок, и все, что от него требуется – слушаться учителей да получать хорошие отметки. Неужели самостоятельность и ответственность за свои поступки должны начинаться где-то там, за школьным порогом? Вынесенный на всенародное обсуждение проект вызвал множество предложений педагогов, специалистов, родителей. Главной школьной проблемой они называют воспитание сознательности, гражданственности. Молодому поколению надо настойчиво прививать тягу к труду. Этому в проекте ЦК КПСС уделено особое внимание. Причем говорится о соединении учебы с трудом, общественно полезным, настоящим, необходимым обществу. Решить эту важную задачу помогут школе производственные коллективы, базовые предприятия. Сам по себе труд – отличный воспитатель, помогающий и нравственному формированию личности, и гражданскому ее становлению. Он становится стимулом и для осознанного отношения к учебе. Так считает народный учитель СССР Татьяна Ивановна Гончарова. Она преподает историю в ленинградской школе номер 536. Реформа предполагает коренное улучшение постановки трудового воспитания в школе. И вот в этом плане в Ленинграде накоплен неплохой опыт. Так, например, все учащиеся после восьмого класса продолжают обучение в разных типах средних учебных заведений. В том числе 40% из них обладевают рабочими профессиями в системе ПТУ. И знаменательно, что именно эта пропорция и взята в основу проекта реформы о школе. Но все мы понимаем, что трудовое воспитание – это не самоцель школы и общества. Главное – это воспитание человека-гражданина, настоящего хозяина своей страны.